Девочки и мальчики, всем привет! Вы снова на канале Дархантер. Сегодня мы с вами поговорим об одном из основных правил, я бы даже сказал, требований техники безопасности при обращении с оружием. Тема сегодняшнего ролика – алкоголь и оружие несовместимы. Ну а чтобы наш с вами ролик не выглядел заунывной какой-то проповедью, я вам расскажу несколько своих примеров из жизни. Да, примеров употребления, злоупотребления алкоголя на охоте и их последствия, произошедшие с окружающими меня людьми. Конечно, постараюсь рассказать вам все это с какой-то иронией и с юмором, но тем не менее, друзья мои, говорить мы с вами сегодня будем о серьезнейших вещах. Огласите весь список, пожалуйста. Ну, начнем, наверное, с такой немножко ироничной ситуации. Значит, весенняя охота, весна, снежок уже почти везде растаял, лужи, талая вода ледяная, все нормально. Я стою на берегу старички, мне необходимо переправиться на ту сторону, потому что я один, зная, что там в лесу, на том берегу секретная лужа, где сидят самые большие, самые жирные утки, их там много. Я был маниакальный охотник на уток в свое время, качаю лодочку, никого не трогаю. В этот самый момент у меня за спиной останавливается автомобиль очень представительского класса, черный-черный Мерседес, огромный вагон. И оттуда выходит такой же представительный мужчина, весь в камуфляже, в разгрузке, как положено, и заявляет мне, чуть-чуть шатаясь, что он охотник, и имеет право проверить у меня охотничьи мои документы все. Предъявите мне, говорит. Ну, я вот сразу смотрю, что-то вот все то, но что-то не то. Потом посмотрел, знаете, на его ноги и обратил внимание, что мужик-то стоит в талой весенней ледяной воде в шерстяных носках, понимаете? То есть, как он хотел проверить у меня документы, что он вышел из машины в шерстяных носках, встал в лужу, и даже этого, в общем-то, не замечает. Ну, я сказал, а ты охотник, покажи, что там охотничий билет тогда, прежде чем что-то спрашивать у меня. Он там стал что-то хлопать себя по карманам, ничего не нашел, долго искал. Ну, а мне-то некогда с ним особо базарить. Да там же утки сидят, а я тут с каким-то идиотом разговариваю. Я говорю, все, мужик, давай, объяснил ему, куда ему идти. Ну, да, правильно, туда объяснил ему, куда идти. Сел в лодочку, погрузил рюкзачочек, чехольчик с ружьем и поплыл, но... Минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю. Дело-то не в этом, друзья мои. И в этом же году я познакомился с охотколлективом, с ребятами, с которыми я охочусь до сих пор, уже 15 лет, наверное, скоро будет. И мы как-то охотились, охотились одной компанией. Однажды мне, вот там, предводитель всей нашей охотничьей банды так говорит, Дархантер, уважаемый, не будешь ли ты против, если мы возьмем с собой сегодня одного человека? Он просил с нами на охоту. Я говорю, да нет, как я могу быть против? Я там вообще новенький был, но мое мнение, да, но не особо тогда. Я говорю, конечно, конечно, не вопрос. Мы заезжаем на адрес, и выходит мужчина садится к нам в машину. Друзья мои, и тут я понимаю, что это тот самый гражданин в шерстяных носках, который стоял весной в талой воде. Ну, естественно, мне как-то, блин, я все это помню, а тот-то не помнит, да, понимаете? Ну, и вот я на него кашусь, кашусь, так, так смотрю. Потом уже в ходе охоты меня один человек спрашивает, что так смотришь ты на него? Ну, я ему тихонько, пока мы там стояли вместе, пока шли, по-моему, да, мы куда-то на номер там, рассказал всю вот эту вот историю. Он улыбнулся, поржал. Я с него взял честное слово, что он никому не расскажет об этом. Но, видимо, он не удержался, да, от такой юмористической истории. И, видимо, рассказал. Почему? Потому что на одной из охот кто-то этому мужчине сказал, что-то разговор за обувь зашел. И кто-то так его, знаете, там, Андрюха, ну, вот я тебе хочу сказать, что вот самая лучшая обувь для весенней охоты, это все-таки шерстяные носки. То есть, ну, кто-то не удержался, подколол его в этом плане. Ну, смешно, да, люди не выдержали. Я где-то их понимаю. А он ничего не понял, он такой, а что, какие носки, зачем носки? Говорит, братан, мы тебе еще раз говорим, самая лучшая обувь для весенней охоты, это шерстяные носки. Ну, как, какие носки, что вы ко мне пристали? Ну, потом уж я деваться некуда, напомнил ему нашу встречу весеннюю, о том, как вот он требовал, что он сказал, что ну, вот так вот. И, в общем, на этом история закончилась. Напрасно я не выпил, в башке пустота какая-то. Был одно время в нашем охотколлективе мужчина, взрослый, сорокет, наверное, да, в годах. Руководителем был крупного, да, там, отдела на крупном химическом предприятии, гиганте. Солидный, уважаемый дядька. Ездили мы всегда на охоту, и он с нами ездил как-то без ночевок, все больше днем, загонная охота. И тут поехали куда-то в горы, и получилось так, что первый раз он попал с нами с ночевкой. Было мое удивление велико, когда после того, как он выпил несколько рюмок алкоголя, он взял свой дождевик, брюки и куртку, вывернул наизнанку, ну, серебристой частью, пропиткой, да, водоотталкивающей. Одел все это на себя и стал плясать у костра, приговаривая о том, что он инопланетянин. Вот, знаете, инопланетянин, да, сорокалетний главный энергетик химического концерна вдруг почувствовал себя инопланетянином. Ну, как-то это все прошло безобидно. Но однажды на весенней охоте он, чуть-чуть употребив алкоголь, не злоупотребив, а чуть-чуть употребив алкоголь, просто встал, да, в лагере и ушел в ночь в неизвестном направлении. Ну, уже темно было. Ну, искали, искали, не нашли, конечно, там, ничьи навыки военных разведчиков ему не помогли. Утром его отыскали, стали прочесывать там, да, леса, поля, угодья, и в лесу встретили его на проселочной дороге. Шел он там еле-еле, лоб у него был разбит, ссадина, все в крови. На вопросы, что произошло, он ответил, меня Луна позвала, да, то есть позвала Луна его. И вот как-то тут сложилось у нас, да, там инопланетянин безобидный, Луна позвала. Ну, и вот как-то потихоньку, потихоньку этот мужчина, он понял, что быть и чувствовать инопланетянином ему лучше себя дома, а не на охоте. И он сам с собой ездить с нами перестал, видимо, ну и безопаснее тоже, да, если вдруг Луна позовет тебя куда-то дома, у тебя в квартире, то, наверное, все-таки шансов разбить лоб намного меньше. Следующая история о конкретном серьезном несчастном случае. Однажды на охоте в завершении дня припарковали все свои автомобили лагерем, встали на берегу реки Белой. Кто не знает, я поясню, в Башкирии есть такая река Белая. Это мощная широкая река. Шириной в том месте, где мы останавливались, около, наверное, метров 120-150 глубокая, ну, наверное, метров 15 и глубина. То есть солидная река с быстрым течением, все, обрыв метров 10, встали лагерем, красивая природа, все хорошо. Кто-то там, кто хотел, выпил, да, и вот посреди всего вот этого вот безобразия один мужчина встает, уходит, садится в автомобиль. Но садится он не в свой автомобиль, да, он садится в чужой автомобиль, недешевый, Toyota Land Cruiser, очень недешевый, садится в него, заводит его. Каким образом завел, ключи были в замке зажигания, я не знаю. В общем, сел, завел, сдал назад и, к удивлению всех, хорошо так, разогнавшись метров 150, просто с обрыва в реку Белую на чужой, Toyota Land Cruiser, белый, да, белый Land Cruiser в реке Белой, такая ситуация. Land Cruiser поплыл по течению, медленно, но уверенно погружаюсь в воду и погрузился. Виновник торжества, собственно, благополучно, выполз из салона и выплыл. Был безбожно, как бы так сказать, от, в общем, поругали его, да, и уже на вопросы, ты зачем так сделал, он ничего пояснить не смог, просто он не знает, зачем он так сделал. На разваливаниях часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Вот, мальчики и девочки, я это все к чему? Этот человек больше с нами на охоту никогда не ездил, естественно. Да, взял кредит, купил он этот свой утопленник, крузак, его уже стал автомобиль, да, купил он его. Но на охоту он с нами больше не ездил, почему? Потому что человек, который не может объяснить свои действия хотя бы, да, почему он это сделал, не понимая. Я считаю, таким людям оружие давать, наверное, вообще нельзя. Видимо, просмотрели где-то психиатры. Почему? Потому что однажды, я так понимаю, да, вот предполагаю, что он может взять оружие и всех перестрелять, собственно, не поясняя, почему он так сделал. Поэтому мы справедливо посчитали, что этому человеку среди нас не место, и мы его, вот этого человека, мы его от себя отдалили намеренно и целенаправленно. Сдаются мне джентльмены, это была комедия. На заре моей охотничьей юности, друзья мои, у меня не было автомобиля, но была серьезная страсть к охоте. Поэтому на службе у меня был старший товарищ, который брал меня с собой, но очень быстро я заметил его привязанность к зеленому змею. И ладно бы, все бы ничего, но он периодически какие-то там фертиля выкручивал, да, относительно безобидные, никто от них не страдал. Вот однажды ночью, например, я проснулся и увидел, как он взял свое ружье, разобрал его, там, ИШ-43, и бросил в костер, после чего лег спать. Я, естественно, ружье вытащил там, протер, отряхнул, утром спрашиваю, зачем так сделал. Ну, он говорит, что замерз, за дровами было лень идти. Вот он решил, собственно, поддержать, да, огонь жизни, вот таким вот нехитрым способом сжечь в костре деревянные части вместе с металлическими своего ружья. У меня не было на тот момент возможности как-то отдалиться от этой компании, потому что, ну, вот не было своего автомобиля. Но я быстро понял, что автомобиль – это независимость, автомобиль – это возможность избавиться от дураков. И как только я приобрел свой первый в жизни автомобиль, естественно, товарища этого рядом со мной не стало. Даже несмотря на то, что, в общем-то, выкрутасы его были безобидные, но, опять-таки, опасаясь за свое будущее, я решил, что вот лучше от таких людей держаться в сторонке. Ну, а два моих знакомых, знаете ли, вообще умудрились вытворить смертоубийство. Ну, вот поехали они в дальний район на охоту, арендовали небольшой домик, днем охотились, вечером приходили, отдыхали. Ну, и вот так, видимо, надыхавшись на очередной охоте зимой в снежную пургу показалось им через поземку, что видят они лося, благо лицензия у них была, дали они по этому лосю к сверхкороткой дистанции из четырех стволов завалили, подошли, но оказалось, что завалили корову. Вот, что было делать? Бросили, да пьяненькие, пошли спать. Проснулись они от того, что их били, да, били их местные жители деревни, где они остановились жить, били нещадно. В итоге дело закончилось, естественно, лишением оружия, крупным штрафом, выплатами за эту корову, которая оказалась какой-то там блатной породы. Хозяева посчитали, что вот сколько у них не будет молока, пока они не купят новую. Вложили в иск стоимость, что, возможно, она бы им там за этот период принесла какого-то теленка, родила. То есть, вообще насчитали все, что можно и, наверное, правильно сделали. В итоге ситуация наложила на этих двоих товарищей такой неизгладимый шрам просто. Такой они получили психологическую травму, что вот, насколько я знаю, до настоящего времени, по-серьезному, они больше и не охотятся. Кто-то там выезжает на птичку, кто-то выезжает на зайчика. Но вот охотятся на крупную копытную дичь. Как-то они перестали потать после этой истории. Несчастный ли это случай? Конечно, несчастный, ведь там могла быть не корова. Несчастный ли случай с крузаком? Ну, конечно, несчастный. Особенно для владельца крузака это был очень несчастный случай. Ну, друзья, апогеи всех моих историй, да, связанных с алкоголем на охоте, это несколько лет назад меня пригласили в Первушинское охотхозяйство под Уфой в Башкирии на весеннюю охоту. Я попросил, да, взять с собой товарищей. Мне разрешили, сказали, бери, все, не вопрос, приезжай. Мы приехали втроем туда. Долго согласовывались списки продуктов, списки там деликатесов, что мы будем готовить, там что-то рыба в торпеде, там мясо на коптильне. В общем, все там, да, дорого, мощно, с запасом. И все было бы вроде нормально, мы приехали, но я понял, что что-то здесь не то, когда увидел открытый багажник одного из внедорожников. Значит, поехали на задание или за водкой. Водки у нас много, поэтому поехали на задание. В общем, я понял, что дело тут добром не кончится. Мало того, что плов, который готовили безбожно, сгорел. Один из чужой компаний охотников уселся на охотничий автомобиль Нива и начал выписывать фертиля, разгоняясь, резко меняя свое движение с разворотами, там, да, на тормот, все какие там возможно, да, киношные способы управления автомобилем выполнить. Он начал это делать, но не просто, а этот начал он делать на полянке, где были припаркованы наши автомобили. Там, ну, дешевых машин не было, я скажу так, да, были дорогие, очень дорогие. И мой автомобиль, он смотрелся очень скромно на фоне, да, вот этой всей, но, тем не менее, я переживал за свой автомобиль. Где-то он пролетал в спичечный коробок, знаете, не цепляя. Ну, в общем, у всех сердце кровью обливалось, а поймать его вытащить никто не мог из салона, потому что он постоянно быстро двигался. В итоге вытащили, связали, в палатку закинули, но это не все. На утро все-таки мы расплылись на охоту. Тот год был очень наводнен, и непривычные угодья были затоплены, соответственно, да, дичь была рассредоточена, найти как-то где-то было сложно. Мы плавали на лодках. Одного товарища высадили на сток сена, знаете, сток сена утопленный в воде, просто торчить, макушка там полметра. Мы его высадили на этот сток и уплыли дальше куда-то искать. Когда мы приплыли забирать этого товарища, он был белый и седой. Почему? Потому что один из тех охотников на берегу решил, что весенняя охота и вот это утро – это самое лучшее – пристрелять свой карабин «Тигр» 7,62х54Р, который он притащил с собой именно с целью пристрелки. Да, вот такая ситуация была. Знаю, что многие сейчас скажут, что это незаконно. Конечно же, это нарушение всех возможных правил охоты, особенно на тот момент, не считая никаких там поправок. Поставил мишень и начал лупить. Мой товарищ рассказывает, стою на стоге сена, достал телефон, снимаю для детей пейзаж вокруг, где я охочусь. В этот момент выстрел, и мимо меня пролетает пуля. В общем, он, как корова в бомболюке, растянулся на этом стоге сена до тех пор, пока не закончилась пристрелка охотничьего карабина «Тигр» 7,62х54Р. Произведено было выстрелов много. Слава богу, ни одна пуля в него не попала, но он надолго запомнил эту охоту. Когда мы все вернулись там, да, уже в полдень туда, он нам рассказал по дороге эту историю, на лодке мы приплыли. Я увидел кучу ружей в повалку, сваленные с нарушением всех возможных требований техники безопасности. Как люди прям от стола, выпивая, закусывая, стреляют в воздух по летящим там уткам каким-то, в кислородных масках, да, хотя мы знаем правила весенней охоты. Ну вот, посмотрев на весь этот ужас, я нашел только один для себя вывод. Это сообщить всем, что у меня заболела бабушка, родила жена, собака вывихнула лапу, и мне срочно надо уехать. Мы прыгнули в машину и помчались оттуда со всех копыт на всех парах. И чем дальше мы от них отъезжали, друзья мои, тем легче мне на душе становилось. Мое личное отношение к алкоголю, оно нейтральное. Я не считаю это вселенским злом, потому что, ну, есть какие-то нормы определенные, да, не нарушая которые и не выходя за которые рамки. Ну, алкоголь, наверное, не является катастрофическим злом. Проблема в том, что многие люди у нас, они этих рамок не видят, не знают и не чувствуют. А, как говорится, да, попала там капля в рот, и все, и понеслось. Вот это основная проблема. Я лично к алкоголю отношусь нейтрально, я сказал. Я всю жизнь в спорте, всю жизнь я хотел стать сильнее, мощнее, быстрее. И для меня алкоголь и спорт были несовместимы в молодости. Для меня алкоголь и охота, и оружие несовместимы и сейчас. Я всегда считаю так, что хочешь выпить, оставь ружье дома, возьми с собой мангал, шашлыки, ведро маринованного мяса и иди на природу, наслаждаясь общением. И оружие для того, чтобы выпить, не нужно. Особо я хотел бы обратиться к молодым начинающим охотникам. Девочки и мальчики, выбирайте коллектив, где, с кем будете охотиться. Присматривайтесь к людям, потому что трезвый человек – это одно. Выпивший человек, даже слегка, как мы видим уже по моим историям, даже слегка выпивший человек – это абсолютно другое существо. И натворить бед может непредвиденных, неописуемых. И расхлебывать это потом, возможно, придется уже очень серьезно. Я всегда говорю, что охота, она действительно у каждого своя. Но, друзья мои, чтобы потом на суде не оправдываться и не говорить, что жопу сидящего в камышах друга вы приняли за выпалшего на берег бобра, чтобы потом не говорить, что голову своего родственника, который сидел в меховой шапке в кустах, вы приняли за кабана, и не объяснять присяжным заседателям и судьям о том, что все это произошло случайно, на охоте алкоголя быть не должно. Выпить можно тогда, когда, я считаю, на мой взгляд, когда охотник убрал свое оружие в безопасное место и исключил к нему доступ посторонних лиц. То есть дома в сейфе. Вот тогда, ради бога, можете отмечать добычу, можете отмечать то, что не добыли, но только тогда, когда оружие в недоступном месте. Как говорится, водку мы пьем для запаха, дури у нас своей хватает, знаете ли. Друзья, на этом, наверное, потихоньку будем заканчивать, но прежде я хотел бы вам напомнить, что у нас на канале проходит фотоконкурс в настоящее время «Моя жизнь охотника». Мы ждем ваши фотографии до конца февраля на адрес электронной почты, который указан в описании к этому видео и в верхнем закрепленном комментарии. Присылайте свои работы, свои фотографии на тему «Моя жизнь охотника. Все, что связано с охотничьей тематикой. Охотник там, охотник тут, собака без собаки, в поле не в поле, снаряжение патронов, охотничья избушка». Любые фотографии, связанные с охотником, охотой, охотхозяйством и любым процессом, сопровождающим охоту. Выслеживание зверя, ну, либо что-то на ваш вкус. Мы все примем, все рассмотрим. По итогам будет три призовых места, будет выбрано три победителя. Призы, я думаю, будут достойные, никого не обидим. Все, друзья мои, на этом прощаемся с вами. Не забываем подписываться на наш телеграм-канал, не забываем подписываться на наш ресурс в Яндекс.Дзене. Резервные каналы связи лишними не будут. Увидимся на охоте, увидимся на стрельбище. Всем пока, удачи!